I have ways of blowing things up. Так, сделаем так красивее. Сложно, выглядит сложно. Ну, зато тут такие цвета, прикольный, светло-светло-светло-голубой такой домик на берегу моря, блин, вообще выглядит шикарно. Кто бы хотел жить вот так вот, на полуострове, ну, просто мне когда-то в жизни предоставилась возможность жить вот так вот в портовом городе, практически на полуострове. Но там было слишком жаркое место, к сожалению. И не могу сказать, что я наслаждался погодой, потому что... Ну, с другой стороны, люди, которые ходят на пляжи, которым круглый год жарко, но, наверное, это оценили бы просто. Что я не оценил, а так все в порядке. Мне кажется, что если бы вот жить на таком полуострове, ну, где-нибудь в северном климате, в Скандинавии, там, я не знаю, в северной Европе, прям было бы идеально. Есть, блин, жалко, я хотел сказать, ездить на какой-нибудь Ауди или Саби, но жалко, что Сабов больше не существует. Сколько лет уже нет у этой марки? Мне она всегда казалась очень... Ну, ты же производитель самолетов, мне всегда их машины казались очень элегантными, очень такие стремительного профиля. Не быстрые в классическом пошлом понимании, нет, а вот именно элегантные и стремительные. это было бы правильным словом. Потому что в мире много быстрых машин, и я считаю, что большинство из них абсолютно бесполезны, именно в том виде, как они есть, типа, для скорости, но стремительный профиль. Это что-то, что... Так, оно там не влезет? Никак, вообще нигде. Значит, мне оно там не надо. У нас есть два светофора, оказывается. Хорошо, хорошо. Машинки немножко мешают друг другу, но в принципе норм. Фишка в том, что у нас тут очень мало земли. Прям очень мало земли. Может, оно потом как-то и выплывет немножечко, что справа появится больше земли, он там, я вижу, кусочек возле часов, к тому же он как раз, карта отдаляется сейчас. Но на данный момент оно тут прям будет тесненько. Мне кажется, если сейчас торговый центр влепят вот тут вот где-то слева сверху... Здрасте. Если слева сверху влепили бы торговый центр, то это было бы прям le problema, мне кажется. Туда доставлять кого-то что-то как-то... Карта не останавливается, она продолжает отъезжать. Вы можете посмотреть дерево возле часов сверху, оно постоянно движется, смотрите, оно уплывает. значит, карта всё это время зумаут, отъезжает. Игра считает, что ей надо больше места и поэтому... влепили бы оттуда до этого. Да? На нет. Нет, стой, подожди. Вот так вот сделаем. свое добрососедство розовое с блэк джеками сами знаете нам вам за лями ну и все ну и все там я уже ничего не смог я боялся там дадут сейчас торговый центр нет туда просто домов нахреначили и нормально так давайте еще один те это крайне сомнительное сейчас было решение с моей стороны потому что тут и так тесно эти рандебауты ставить негде а я еще такой вот давайте еще один ахаха в смысле мяу зачем лишний раз заезжать туда если не могут остановиться здесь это же логично же а знаете че щас на выезде его можно поставить и и и все тараканчики такие стал большим торговым центром с чем я его и поздравляю и вот зачем ты там появился чё ты вылупился спрашивать ладно пока что это работа хотя мы и до сотни жильцов еще не дошли ой жильцов отвезенышей сотня отвезенышей звучит те деревья там сверху слева я бы на самом деле построил бы дорогу ровно они наискосок но мне жаль срубать те деревья ну что мне такое ощущение что там может быть под этими деревьями есть лавочки и там сидят люди вот и отдыхает на этих лавочках им хорошо так сделаем так мост конечно же мост но у нас нет ни одного моста смотрите что тут происходит не хочешь хоть что-то там вот сверху или это сделает я все так что никакому стою это а мост нужен с другой стороны прикиньте какая вот там вот влажность жить вот так вот возле воды постоянно если если ты паркуешь машину в гараже это одно дело если ты паркуешь машину на улице она же тебя будет сгнивать буквально за пять лет вот ты купил новую машину через три года не появился ржавчина какая бы она нехорошая там не была полировка и все через пять лет у тебя машина сгнила настолько что ты даже продать не сможешь а это факт печально правда сто пятьсот новых домов с непонятным расположением вот сейчас мне кажется что мы крайне нерационально используем наше место с другой стороны просто нам ну дома надо так раскидывать что ничего другого мы сделать не можем нам приходится ну и ладно ну и ну и ладно в общем-то ладно то в общем-то минуточку ускорим до воскресенья почти ничего не случилось но вот сейчас будет воскресенье ночь начали появляться томики эти думаю что мы могли бы да давай мутро у нас его не было ни разу еще в этой катке это мы могли бы вот так вот тоже сделать но кого я обманываю тогда проще вот так и так и так не нравится блин елки ну ладно давайте как есть новый тц новый тц так а а а а в Вот так вот, вот так вот, вот так вот, да. Дайте, по-моему, немножечко промотаем. А что если вот этот домик сюда присоединится, ничего не станется? То есть, ну, две машины, которые здесь вряд ли они будут нам мешать. Они выезжают и едут вообще во встречном направлении, тут не должно быть никаких проблем. Белое сюда, посмотрим, что оно сейчас в воскресенье предоставит. Вот эта карта интересная, она прикольная, мне нравится. Из-за такого обилия воды, из-за... Да, еще один мост, спасибо. Ну, просто светофоры-то у нас еще присутствуют, мы их не использовали. Прям тут торгой зонтер появился, отлично. И сам подключился, и сам рядом с домами. Вот, вот как надо учить. А ну-ка, сани, езжайте сами. Серьезно, они... Они сами появляются, они сами работают. Какой мост, ты о чем? Мост ему, блин. Сами дома появляются. Само все апгрейдится, само подключится. Офигенно, слушайте. Это одна из тех мобильных игр, в которой ты, типа, не играешь, которая за тебя играет игра. Мне кажется, стоило бы вот так вот сделать. Подключаем к этой триаде. Есть уже один интертет, я еще один админдебаут возьму, на всякий случай. Я его пока не буду. Вот так вот сделаем. Посмотрим, где он сейчас наибольшее трение будет. Здрасте. Так, хорошо, четыре человека. Неожиданно. Да, я думаю, нам вот сюда вот надо. Что он предоставит? Еще один рандопаут. Давайте, я не против. Пересеченье вроде нормально идет. ты другалек сюда, к этим домам. Прикольно такое, выглядит как муравейничек. бегает, бегает, бегает. Вроде все везде доезжают, всем все нормально. На удивление, насколько я считаю, что хайвей это решение многих проблем, он же создает многие проблемы, потому что выезд с хайвей, он не может регулироваться на светофорах, ничем другим. Зачастую он создает больше пробок, блин. Хотя, это нелогично, конечно, но все же. В смысле, нелогично. Урбанизм как раз уж об этом и говорит, что чем больше автомобилей, тем больше дорог, тем больше пробок, тем больше автомобилей, тем больше дорог, тем больше пробок, ну и всякое такое. Вы понимаете. Кстати, вот ваш город, в частности, он страдает от пробок или нет? Ну, то есть, там, где я сейчас живу, мне, например, в абсолютнейшем все нравится. У нас достаточно упорядоченное движение. Так. Да на твою же ж. Блин, им приходится через все это есть. Вы там серьезно, нафиг? Ну пропустите их, они же не доезжают. Мне придется сделать вот так. Придется, чтобы голубые тачки ездили в обход. И чтобы они ездили туда быстро, блин. Ну, если я сейчас из-за этого проиграю, то будет печально. Быстрее приезжайте, забирайте. Мы избежали кризиса. И как обычно, во момент кризиса я решил подзабить и, да. Просто не регулировал время, потому что... Тут я понимаю, да, тут прям, ну, косяк. Вот там наверху можете забрать, пожалуйста? Будьте бобры. Не стойте в пробке, не забивайте движение и пользуйтесь хайваем, блин. Давай сюда. Надо бирюзовых убрать с улиц. Как бы это плохо не звучало для них. Хорошо, тысяча человек. Неплохо, неплохо. Все, мы бирюзовых убрали. Они теперь пользуются хайваем и нижней дорогой. И прям теперь стало хорошо. Другие ездят, и бирюзовые никому не мешают. И прям, ну, нормально, нормально. Надо к белому вот сюда вот дорожку протоптать. Чтобы они уезжали отсюда, например, наверх. Да, они ей пользуются, хорошо. Что ж, красотища. Все пока работает. Вот сейчас, например, да, хайвей прям спас положение. Что там синий, блин, делает? Нафига ты по хайваю приехал, дружище? Не для тебя его строили. Они синий теперь тоже по хайваю ездят в свои торговые центры. Ну, в принципе, ладно. Фиг с ними. Слушайте, а белых там не хватает сверху. Белые надо, чтобы отсюда как-то ехали. Но как это сделать? Давайте я еще один хайвей поставлю Отсюда, вот сюда. Давай как раз еще один возьму. Итак, 1200 человек, неплохо. Да, белые начали им пользоваться, хорошо. Вот эти четыре домика, и там еще четыре домика сбоку. Они будут сюда приезжать, так будет немножечко попроще. Потому что там три торговых центра, два из них огромные. Их надо как-то вывозить. Тут этих домиков не хватает. Нормально, нормально. Так, кстати, а что ты стоишь? Неподключенный-то. Розовый домик. Оп, сюда. Не, мне тогда... А, тут есть еще один белый торговый центр. Мне сюда их тоже нужно. Видите, там пробка на выезде с хайвей. И все, ну типа ты ему ничего не сделаешь. Это никак не регулируется, никак не убирается. Вот тут немножко сократим. С белыми стало, конечно, немножко попроще. С одной стороны, с другой стороны вот тут появились. А, белые, которые вот сюда вот не хотят ехать. Ну, типа они хотят, но они не добираются. Кстати, а что они не добираются? Давайте мы им сделаем дорогу. Блин, ребят, давайте сюда скорее, пожалуйста. А, все, 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 нормально. Белых тупо не хватает. Давайте еще один рандбаут. Все, мы достигли критической точки. Когда у нас одного определенного цвета просто не хватает для обслуживания. Пробок, как таковых, ну не так много. Вот. Но у нас просто не хватает машин, которые могли бы это все вывозить. То есть эта штука практически запланирована игрой. У нас все белые машины сейчас задействованы. Видите, в домах их нигде нет. Пробки абсолютно минимальные, потому что те даже, которые стоят на хайвайе, они более-менее двигаются. И они не ездят в полную скорость, да, но все равно. То есть вот эта вот фишка... Да, полторы тысячи с другой стороны. Полторы тысячи это отличный результат. Поехали в менюшку. У нас за тысячу должны были открыть челленджи на этой карте. У нас открылся Ванкувер. Собственно, финальная точка нашего путешествия. Челленджи на реке Авики тоже открылись. С чем я их и поздравляю. Пойдем мы сейчас посмотрим, что... По еженедельникам. Мехико и Токио. В дейликах Токио, да. А что... Начинаешь с четырьмя светофорами. И двойное количество рандебаутов. Здесь. Двое количество рандебаутов в тоннеле. И начинаешь с девятью моторвейами. Блин, как всегда. Недельный выглядит прям лучше. Поехали в Мехико. Мне кажется, что было бы совсем неплохо. Попробуем. Я эту карту помню на самом деле. Она достаточно сложная. Но с новыми показателями. Вполне возможно, что это будет очень даже очень. Я не против. К обычному начальному... Хотя, хотел сказать, начальному немножко ускорим. Сейчас мы сделаем, так и ускорим. Очень интересно расположение центров и домов. Ну ладно. Удавайте сюда же и подсоединяем. Так, ладно. Вот этот придется вот так удочкой закидывать. Воскресенье. Сейчас посмотрим, что нам преподнесет воскресенье. Какие дары нам дадут. Двойные рандебауты, двойные тоннели у нас вообще нету. Поэтому я их возьму. Потому что они тупо нужны тут вокруг горы. Но рандебауты тоже приятная штука. Ускоряем немножечко. У нас пока два таких, два таких торговых центра. Нормально. Ввозим. Да прекрати. Тебе не сюда, а тебе сюда. Они пытаются липнуть в ту дорогу. Пока максимально стараемся не смешивать до определенного момента. А там уж посмотрим. Не получается. Все время не смешивать только до определенного момента. Да. Два светофора я возьму. Да ну блин, тихо. Тихо. Придется вот так. А, ну и вот так, да, тоже придется. Да ну как-то неправильно. Блин, неправильные пчелы с неправильным медом. Ладно, пока ездите, ездите. Хорошо. Да возьму. Тут мы не можем смягчить никак. Тут нам не надо смягчать. Тут не влазит. Ну отлично. Кстати, если же вот тут сделаем, они же сюда будут ездить. Да, сюда будут ездить, нормально. Через дворы, правда, но ездят. Сюда бы поставить на самом деле. Большое полезно. Возьму просто тайлов. Потому что туннели у нас есть парочка. Понимаю, что они очень быстро могут улететь. Но толку от туннеля, если у тебя не хватает плиточек поставить дорогу. Да, эту дорогу тоже буду пользоваться. Хорошо, значит параллельный путь это было правильное решение. Тише, ты посмотри же, а, ты посмотри. Тише, ты посмотри. Сделаем вот такой окружной, потому что иначе это будет трындец. Тайлы Тут без выхода, тут просто тайлы много Она всё должна ездить, она всё должна функционировать Я взял 40, уже 33 осталось, просто приходится тянуть очень длинные вот эти вот кишки, блин, через всю карту Слушайте А что если Вот так Да, долго, но, блин, эффективнее же должно быть, наверное Так, ещё два тоннеля, та возьми Блин, штабы на выезд поставить какую-то регулировку Давайте В смысле он просто в объезд поехал Добавил субтитры Хорошо, хорошо И сюда вот так вот Давайте два Где? Где сигналят? Так, всё, останавливаемся, надо немножко расхлебать проблемы А в эту сторону Сюда 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 в не в эту сторону в эту все нормально ездим ну практически ну 666 человек развезло по разным сторонам там не 9 мотровые с которыми я никак не пользуюсь если вы про это я прекрасно понимаю закончили стайлы погоди суббота панели тут не нужно этот хай вай тут не нужен этот хай вай ой вай вернулся я знаю что здесь нужно мне на это сейчас плиток не хватит так может цивилизацию построили неплохо и и и и и и и давайте воскресенье поскорее и 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 их не хватает, там люди никак разойтись не могут так, офигенно, ну ладно опять мы зашли за 1000 и за 1000 у нас начались небольшие проблемы, ну как небольшие, большие, мы скорее всего проиграем, лучше сюда ну расхлебайте эту пробку и твою заново, смотри сколько там народу, распустите их всех, у вас же тут кольцо есть, двигайтесь по кольцу, пропускайте я могу туда сэтефор поставить, могу, давай пошел, 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 вот эта часть перекрестка не является кольцом, ну офигенно они не могут заехать на стоянку, потому что стоянка забита, выпустите их ясно я получу еще два светофора, но на этом я проиграю да, хорошо, 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 все равно 1293 человек, это 293, как что-то сложно произносить за машины но в принципе все отлично, ребятушки, тогда на этом будем заканчивать в принципе неплохо сегодня поиграли, мне понравилось, у нас там уже близится, близится, близится окончание но это пока что по сюжету, а вот в эти, в челленджи вполне можем еще и поиграть спасибо, что были с нами, всем удачи, добра-бобра, всем молодушек, всем покеда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok